Физика, царица наук. Кто-то скажет, что математика, но математика, она абстрактна, в то время как физика позволяет нам понять окружающий наш мир, она помогает нам изучить его. И сегодня именно физика поможет мне в изучении отжиманий на одной руке. Ну и еще поможет рулеточка. Привет, друзья, с вами Антон, команда Patriots и очередное видео в рамках нашей рубрики «Уличная тренировка». Сегодняшнее упражнение – это отжимания на одной руке, как я уже сказал. Светит солнце и оно будет мне немножко мешать говорить на камеру, но тем не менее. Как обычно, тренировка будет строиться по следующей схеме. Сначала я разомнусь, затем выполню разогревочные подходы в отжиманиях. И затем проверю, проверю, не исчезли мой успех во всех остальных упражнениях, которые я уже изучил. На данный момент это выход силой. Я учу передний виз и стойка на руках. И затем приступим к изучению отжиманий на одной руке. Погнали! На голове капюшон, там, где стою под дождем я. И может эта сага свою жизнь связать с азартом. Курить и выдыхать, и спать в этой маленькой спальне. Серьезно, вы же не думали, что я заставлю вас смотреть всю свою разминку целиком? С учетом того, что она все равно есть на канале, наверху есть ссылочка, так что посмотрите. И тоже разомнете. Разминка – это ключевой момент, если мы делаем продвинутые упражнения, в особенности вот, если мы делаем стойку на руках. Взять нужно хорошо разминаться, чтобы не травмироваться. Ну а сейчас делаем отжимашки и разогреваемся. Ну что, размялись слегонца, теперь пора смотреть на навыки. После 140 разминочных отжиманий, вот эта вот вторая часть выхода силы, когда надо выжить, она вообще не идет, потому что трицепсы забьют, вот и вылетел высоко, а потом все дожать. Очень тяжело, но тем не менее, вроде бы выходы ускочал, на самом деле на свежак они гораздо лучше получаются. Вот, ну показалось, что это интересно, чем просто показывать, что да, выходы, выходы все еще с нами. Передний виз. Погнали посмотрим. Ух, я на четвертом уровне сейчас, посмотрим, как долго я его держу. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Если это не твой вариант То здесь нам приходит на помощь Рулеточка Как работает рулетка? Все очень просто Поскольку ваш рост Это условно постоянная величина Так же как и длина рычагов И точка опоры Когда вы будете опираться на одну руку Этим всем можно немножко пренебречь В каком плане? Вместо того, чтобы таскать транспортир Каждый раз с собой Вы можете просто измерять высоту опоры На которую вы будете опираться каждый раз Когда делаете отжимание на одной И постепенно эту высоту уменьшает Точно так же как синус и косинус Это все отношения При лежащих катетах в гипотенузе Противолежащих катетах в гипотенузе Где гипотенуза это ваш Условно рост Ну вот расстояние от точки опоры Вашей руки до ваших ног До второй точки опоры Они постоянны Что же мы можем делать? Мы можем измерять И для этого Найдите на всей площадке Примерно перекладину Такой высоты Чтобы вы могли сделать 10 отжиманий На одной руке без проблем Я допустим возьму вот эту перекладину Эта перекладина Сейчас заодно замерим ее 99 метров высотой Очень удобная рулетка из Росэнергоатома Курс КС Привет, ребята, если смотрите Соответственно Сначала я сделаю 10 отжиманий На каждой руке Вот на такой высоте А потом видно будет Музыка 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 Прошла очень легко То есть 90 см Это не та высота На которой мне надо тренироваться Вот здесь Видите Есть Паниже перекладинка Сейчас ее замерим И посмотрим Какой уровень будет следующим Чем мне нравится Чем мне нравится эта система Тем что у вас есть Абсолютно точные цифры Это не непонятные подводящие, которые вы можете там увидеть в каких-нибудь книжках Типа тренировочная зона, которые вообще ничего не дают и ничему вас не учат Здесь есть четкие цифры Каждую неделю, каждую тренировочку уменьшаете по чуть-чуть, по чуть-чуть расстояние И спустя время вы уже все, делаете отжимания на одной от пола Сейчас замерим, чуть-чуть отдохнем И второй подход На 20 сантиметров ниже, чем предыдущая опора Соответственно, попробуем, получится ли от нее сделать 10 отжиманий Почему я делаю 10? Рандомное абсолютно число Просто мне кажется, если делать 10 над каждой, то будет легче прогрессировать на следующий уровень С тем же успехом это могло бы быть 15 или могло бы быть 5-7 Ниже вряд ли имеет смысл, потому что очень большая нагрузка на активные суставы, на связки, на все это Поэтому не нужно форсировать, ребят Не нужно никуда спешить Тренируемся в свое удовольствие Пробуем, и со временем у нас все получится На примере стойки, виса Вы все видели, все видели сами Прогресс идет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Два подхода есть Двигаемся дальше по этой странной бесполезной конструкции И сейчас померяем, сколько здесь высота, чтобы понять, на какой высоте будет третий подход 49 49 Двигаемся дальше по этой странной бесполезной конструкции 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 Таким образом, с помощью рулетки Я определил свой текущий рабочий уровень Это в районе 65-70 сантиметров Когда 10 повторений идут, реально тяжело То есть, даже за подход их не удается доделать Это вот реально тот уровень, на котором сейчас надо работать Если я хочу научиться делать отжимания на одной Не то чтобы я очень хочу Но в рамках этой серии надо бы их научиться делать Поэтому буду работать Что сейчас? Вот я нашел рабочий уровень Теперь надо сделать подходов 5-10 На этом рабочем уровне, высоте 70 Стараться делать по 10 отжиманий в подходе Если получится, то добивать за несколько подходов Пока в сумме не будет от 50-100 В зависимости от самочувствия повторений То есть, иногда ты делаешь и все идет хорошо Иногда ты где-то в середине понимаешь, что все уже С вязочком нужно восстановиться И тогда, конечно, не надо ничего форсировать Как я уже говорил Лучше прерваться И потом на следующей тренировке просто увеличить объем А сейчас все закончится Так что меня ждут дальше еще несколько подходиков Ну а на этом сегодняшнее видео можно считать почти законченным Остались еще ответы на вопросы Все, я готов Откроем сейчас ютубчик И посмотрим, какие вопросы вы задали к предыдущему видео Чтобы я на них ответил Вот она, стойка За 5 шагов Смотрим 101 комментарий 101 комментарий 101 комментарий, ребят И ни одного комментария с просьбой ответить в видео Так что сегодня рубрика ответа на вопросы будет очень-очень короткой И поскольку самый частый вопрос был Когда появится Санек Когда будет новый выпуск Патриотов Уже в это воскресенье 3 июня мы едем в Воронеж Соответственно, на выходе получится видео-воркаут в Воронеже Там будет и Санек Там будет и куча других людей Я буду И площадка в Воронеже будет И матюха из Воронежа будет Короче, будет отлично Так что не забудьте подписаться на канал Поставить колокольчик Потому что видео выходит, как сами видите, нерегулярно Так что, чтобы быть в курсе И сразу посмотреть новый видос Я надеюсь, они вам нравятся Ставьте колокольчик, будут вам приходить уведомления На этом все на сегодня Следующая, следующая уличная тренировка Будет посвящена драконьему флагу Небольшой вот такой спойлер Буду топить драконьий флаг Посмотрим, как он у меня получается И до встречи на площадках Субтитры сделал DimaTorzok